Всем привет, друзья, с вами Пейн, и прямо сейчас мы вместе с вами посмотрим такой замечательный мод, который добавляют в Майнкрафт. Получается 4 вещи, да, 4 новых вещи, но активных 2. И ещё 2 запчасти. Начнём, наверное, с нашей суперлодки. Суперлодочка такая вот, ага. Вот у нас есть 59 уголька, уголька. Мы садимся в неё, и у нас становится 58 уголька. Ммм, прикольно, значит мы заправили лодочку угольком, ну и она плавает очень быстро. Очень быстро, и плюс, если мы разбиваем эту лодку, допустим мы её разбиваем, мы сейчас об другую лодку, об другую лодочку, оп, подбираем лут, и что же мы видим, что же мы видим? А видим мы то, что... сейчас мне нужен верстачок. Блин, я верстак не приготовил, Илья, что за некомпетентность, что такое? Где? Верстак, да где? Ну ладно себе. Ребят, кто найдёт верстак? Вообще классно будет, отвечаю. Просто невероятно великолепно. Да где верстак-то, господи? Верст... Я не знаю где верстак, короче, я вот так и не нашёл, но ладно, крафтинг тейбл. Вот так крафтится наша лодочка. То бишь мы, как бы, всегда имеем... То есть, даже если мы её сломаем, то мы всё равно можем её скрафтить по новой, из тех же ресурсов они выпадут. И вот нам вторая лодка. Вот так вот она падает, так вот она выпадает, вот так вот всё круто, чётко, ровно, зашибись. А вон улетел наш воздушный шар. Воздушный шар хорош. И он крафтится с помощью новых предметов, таких как двигатель и баллон. Баллон из кожи и ниток, двигатель из поршня и железных слитков. Всё остальное вы видите здесь. Всё просто. Садимся, садимся такие, ага, садимся. Значит, объясняю. Двигаться просто вот вперёд-назад-лево-право, это так же, как и обычно. А, В, С, Д, А, Л, А, Эй. Все дела. Вот. А чтобы взлететь, нам нужно на нублоке нажать 8. Вот так. Либо заходим в опции, заходим в настройки. И вот в самом верху, аэршип. И смотрим, вот. Вверх, вниз, слева, право, вот. И на R у нас открывается инвентарь. Открываем инвентарь и можем положить туда сразу топливо, заранее, чтобы он всегда работал. И положить сюда стрел. Но стрелы можно и не класть, можно держать их и в инвентаре. Берём, наводимся на стрелы и нажимаем правую кнопку. Нет, не правую кнопку мыши. Что с тобой не так? Эй, успокойся. Браток. Так, да, кстати, мне же надо в опциях управления поставить fire. У меня он был на, как сказать-то, на 5 на нублоке. Но, к сожалению, когда я начал переставлять, ну, в общем, я менял управление. И вот стоит numpad 5. Я нажимаю numpad 5. И у меня не стреляет. При том, что у меня и не взлетал на numpad 8. Возможно, потому что у меня клавиатура не USB-шная. Может из-за этого. Может ещё из-за чего-то. Ну, если у вас возникла такая проблема, то просто зайдите сами в опции и перебиндите. Например, на... На что? На... С. На С было бы прикольно. На С. Вот так вот. Отлично. Взлетаем мы такие, значит, взлетаем. Ага. Угу. Взлетаем. Нормосец. Меняем, значит, угол обзора. Ну, из-за мода Mobens у меня торчат ноги. Как бы они не должны торчать. Блин, нет. Так неудовно нацелиться. Нет, вот так нацелиться. В кого целистся? Целистся не в кого. Ну, если понежь спуститься... Господи! Мы очень быстро опускаемся, и я вообще отказываюсь, понимаешь? О, свинки, тихо. Охота на свинок. Тихо, тихо. Так. Как-то мы кривовато стреляем, по-моему. Ну, ладно. Блин, он берёт намного левее, чем я, как бы цели. Вы видите? Я сейчас вообще ничего не нажимаю, он сам стреляет. Я ничего не жму. Я включил какой-то... Как это остановить? Вот, я взял в руки стрелы, нажимаю выстрелить, и он начинает стрелять прям без конца. А, как бы... Либо же вы можете нажать R, засунуть стрелы вот сюда, и стреляясь. Как бы так же. Блин. Это стрёмно. Они вылетают подряд просто всегда. Пока не закончится. Блин. Хрено? А, нет. Не пока не закончится. Нет, смотрите, они перестали. Но, как-то сам я процесс прекратить не могу. Я нажимаю ещё раз на огонь, но он всё равно не сбрасывает. Ну, в общем, запаситесь стрелами для этого мода, господа. Запаситесь. Ну, можно и без стрел. Я, как бы, не вижу ничего хорошего в том, чтобы стрелять с этого воздушного шара. Мне больше нравится путешествовать. Кстати, это очень удобно. Ну, реально, за те ресурсы, которые мы имеем, мы можем всю карту обследовать. Ну, как всю карту? Вы знаете, что карта безгранична. Ну, как бы, узнать, где какие биомы. Заодно взять с собой карту, кстати. У меня есть обзор на карту, в которой можно сразу всё обследовать. Она всё, вот прям всё в одной карте запишется. Запишется, и вы узнаете, и, как бы, ну, вам не надо будет создавать ещё карт. Ну, как вот по... Те карты, которые в Майнкрафте, а есть мод, который давит крутую карту. В одной книге сразу всё. Все места, вся карта. Ну, то есть, какая бы она огромная ни была. Вот, и можно ставить метки. Ну, в общем, это уже другая совсем история. И на этом мод себя исчерпывает, господи. Кстати, его нельзя разбить. То есть, если вы будете быстро-быстро приземляться, или вообще выпрыгивать, он не разобьётся. Он будет планировать, и сам в определённый момент приземлиться. Оп. Ну, я сам его посажу, конечно же. И уже ночь, поэтому пора прощаться, господа. Если вам понравилось это видео, вы можете подписаться на канал, ставить комментарий, поставить лайк. А я желаю вам удачи, друзья. Всего хорошего и... Пока! Субтитры подогнал «Симон»!